Приветствую вас, драгоценная церковь! Божье благословение пребудет над каждым из вас. На самом деле, очень сильно скучаю по вам и хотел бы лично присутствовать на собрании. Слава Богу, за современные технологии, благодаря которым могу сегодня лично поделиться с вами словом. Я решил время от времени записывать пробовать лично для вас, чтобы делиться Божьим словом и с вами. Как вы знаете, на данный момент я нахожусь в Соединенных Штатах. На самом деле, что бы ни говорили люди, для меня самое лучшее место это Армения. Церковь в Армении. Мне очень нравится жизнь в Армении. Но Божья воля, чтобы на данный момент мы находились здесь, поднимали церкви. И также прокладывали мост из Америки в Армению для осуществления миссии распространения Евангелия. Здесь мы основали уже несколько прекрасных церквей, последняя из которых стала церковь Норвес. И так мы имеем три прекрасные церкви, которые с каждым днем все больше и больше укрепляются и возрастают. И я просто убежден, что мы станем благословением друг для друга. Церкви в Армении для здешних церквей, а здешние церкви для церквей в Армении и по всему миру. Также я как отец должен быть рядом с моей дочерью, которая проходит сейчас сложный период. Но на самом деле все под Божьим контролем и все мы преодолеваем с Его помощью. Но я не хочу сегодня говорить о личной жизни или делиться здешним опытом служения. Может в следующий раз я больше поделюсь о служении здесь. Но сегодня я хочу поделиться с вами словом, которое Бог вложил в мое сердце. Скоро Новый год и в сердцах людей опять поднимается ожидание всего нового. Мы накануне 2024 года. Честно говоря, меня ужасали мысли о 2024 годе. Я поневоле спрашивал у Бога, Господи, у нас были такие потери в 2023 году, что уже нас ожидает в грядущем. Но знаете, я пришел к осознанию, не надо ужасаться, но надо, укрепляясь в Боге, жить дальше. Да, 2023 год вошел в нашу память как год огромных потерь, год поражения. Но этим наша жизнь не окончилась. Она продолжается. И возможно, спустя году, оборачиваясь назад, мы осознаем, что это все помогло нам стать сильнее и достичь новых вершин. Поэтому 2024 год я хочу проволосить годом дерзновения, годом могущества, чтобы нам быть смелыми и не допускать страх в своих сердцах. Поэтому я хочу с вами на основании Божьего Слова поделиться посланием, которое я назвал «Чувство страха». К чему нас приводят мысли страха? И что может с нами произойти из-за этих чувств? И я искренне верю, что многие из нас сегодня исцелятся и укрепятся в вере. Божье Слово утверждает, кто кем побежден, тот тому и раб. И на самом деле всегда так и происходит. Кем мы побеждены, тому мы и становимся рабами. И Господь вовсе не желает, чтобы мы были побеждены чем-то, потому что это приводит нас к какого мравства? Все люди хотят быть счастливыми. Здесь, в Америке, в Армении, в Европе, все люди ищут счастья. Но знаете, к какому осознанию я пришел? Невозможно быть счастливым. В этом мире невозможно быть полноценно счастливым человеком. Мы сотворены, как вечное творение. А если есть вечность, невозможно только на коротком отрезке времени быть счастливым человеком. Хотя да, из-за этого мы должны прославлять нашего Бога. Я бы сравнился с состоянием с домом отдыха или гостиницей, когда люди вселяются на короткое время. Да, там есть бассейны, море, зайду заплачено. И это все располагает, чтобы человек себя почувствовал немного счастливым, потому что ему удалось купить себе отдых. И в каждой гостинице есть лифт, такая подъемная машина для вертикального перемещения. И вот вы в лифте. И у человека в это время большое чувство не счастья, а ожидания. Потому что он приехал в дом отдыха, чтобы как-то расслабиться. А лифт перемещает человека от этажа к этажу, который в это время переполнен чувством ожидания грядущего отдыха. Я бы современный мир сравнил бы с лифтом. Мы в этом мире, и он подобно лифту перемещает нас. И в лифте мы не можем быть полноценно счастливыми, хотя и у нас есть ожидания. Поэтому, друзья, давайте наполнять себя ожиданиями Божьими, Божьих благословений, Божьего могущественного проявления в наших жизнях. Итак, поделюсь сегодняшним посланием, которое Господь вложил в мое сердце. Из истории нам известен человек по имени Герман Геринг. Герман Геринг является одним из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии. Можно сказать, вторым по влиянию после Гитлера. Геринг был арестован после войны. И во время Нюрнбергского процесса, судя внимательно, посмотрев прямо в глаза Герингу, задал ему вопрос. Я просто не понимаю, как вам удалось всю Германию повести за собою. Говоря о Германии, давайте не забывать, что это была развитая страна. Наш великий армянский композитор Каментас обучался в одной из консерваторий в Германии. Очень много других выдающихся людей получали образование в Германии. Философы, учителя, музыканты Германии была очень развита страной во всех ее сферах. Представители разных народов жили в Германии. Поэтому судя был удивлен тем, как небольшой группе людей удалось увлечь всю Германию за фашистской идеологией. И знаете, что ответил Геринг? Что это было вообще несложно. Далее он продолжил, я процитирую. Это возможно осуществлять во время любой системы правления. Это возможно осуществить во время демократии. Это возможно осуществить во время социализма. Это возможно осуществить во время коммунизма. Это возможно осуществить во время монархов. Это возможно даже осуществить и в религиозной системе. Все, что необходимо, произошло так, это во время любой системы управления из людей делать рабов, людей делать рабами. Каким образом? Да, очень просто. Для того, чтобы человек стал по сущности рабом, ему постоянно нужно сеять семена страха, внушать ему чувство страха, чтобы человек, движимый страхом, был готов идти за кем-то. Думаю, слова Геринга очень схожи с планом дьявола для человечества. Это не мудрено, ведь он и был слугой дьявола. И так система правления, которая внушает людям чувство страха, побуждая человека идти след идеи этой системы. Я бы так хотел, друзья, чтобы каждый из нас получил сегодня откровение и осознал, что не следует страх впускать в свое сердце. Страх же может зародиться от самого незначительного. Например, молодую девушку могут одолевать мысль, что она никогда не выйдет замуж. И кажутся, на первый взгляд, безобидные мысли могут привести к нервному напряжению и, в конце концов, к чувству страха. За страхом же последуют его соответствующие плоды. И, как я уже отметил, кем мы побеждены, тому мы становимся рабами. Таким образом, и та молодая девушка обращается в рабыню. Но только чувство свободы может защитить нас от рабства. И я искренне верю, что сегодня во время этого служения Господь пояснил освободить многих, чтобы каждый из нас был освобожден от чувства страха и начал жить с полноценной жизнью. Знаете, к какому-то я пришел. Те люди, которые по натуре очень строгие, и они также деспотично воспитывают своих детей. Дети вырастают с чувством страха по отношению к своим родителям. Они боятся своих родителей. И такие дети во всех своих поступках опасаются как бы не разгневать своего отца. Но я также заметил, что такие дети больше уважают своих родителей, чем те, которые росли в свободе. И на первый взгляд это же хорошо, но на самом деле нет. Потому что такие дети по жизни обычно так и ничего не достигают. Потому что их жизнями двигает чувство страха, а не чувство уважения. Хочу привести в пример двух людей, с которыми лично знаком. Эта девушка... Эта девушка, которой 20 лет, и женщина лет 45. Обе воспитывались отцами, которые по натуре были деспотами. Они избивали своих дочерей, требовали, чтобы им не прикосновили, и чтобы все было так, как хотят они. И они делали все, чтобы не сердить своего отца. Вовремя возвращались домой. Но знаете, есть и другие девушки, которые вовремя приходят домой. Но из чувства страха, из чувства уважения к своей семье. Хотя, как и та 20-летняя девушка, так и 45-летняя женщина даже и не подумывают проводить время в ночных клубах. Но ими движет чувство страха, а не основание того, что это не так уж и хорошо. Хотя есть очень много других 20-летних девушек и 45-летних женщин, которые не посещают ночные клубы, не из-за чувства страха быть наказанным. А это просто их осознанное решение. Так и за Богом можем следовать за Ним, просто и чувства страха. Или это может быть нашим осознанным решением, которое поможет нам все больше и больше приближаться к Богу. Ложи боги этого мира так и действуют по отношению к людям. Но наш Бог действует на основании безусловной любви и призывает жить в свободе, которая вовсе не становится поводом к распутству. Давайте вместе прочитаем отрывок из книги Ова, который, верю, проговорит к вам. Иов 3.25 И по ужасной, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. После страха приходит ужас. И человек начинает ужасаться. Так, например, Иов. Вначале он чего-то боялся, а потом начал ужасаться. В принципе, Иов был богатым, уважаемым человеком, ни в чем не нуждался. Но в один из дней написано, что то, чего он уже остался, то и постигло его. Интересно, что после своих страданий Иов обрел жизнь в свободе от страха. Опять же, несмотря на то, что Иов был богатым, уважаемым человеком, был сильным и влиятельным, он жил в мучениях страха. Пройдя же страданий, Иов обрел жизнь в свободе от страха. Боязнь и ужаса атакует человека. Когда человек побеждается чувством страха, он становится рабом и начинает ходить на поводу этих страхов. Смотрите, возвращаясь к моему приведенному примеру, хотя опять хочу подчеркнуть разницу между людьми, которые не ходят в ночной клуб из-за страха быть наказанным или из-за их осознанного решения. Так я даже и не подумаю об этом, потому что у меня по жизни двигает чувство почитания нашего Бога. Многие не посещают злачные места, потому что просто так воспитаны из-за чувств быть наказаны. Да, возможно, там ничего плохого не случится, но у нас есть чувство почитания нашего Господа. Я говорю, я сейчас, сегодня проснувшись, прочитал Евангелие, помолился, но есть же такие религии, которые понуждают молиться три раза в день. И знаете, почему люди молятся? Потому что иначе они будут наказаны. Я молюсь не из-за страха, потому что люблю и почитаю Бога. Так, если отец требует быть дома в определенное время, кто-то спешит, потому что иначе будет наказан. Другой же просто не хочет огорчать своего отца, потому что любит его. Страх приносит такого. И почитание ожидают свободу, которая поднимает каждого человека. Поэтому, возлюбленные, давайте сегодня освободимся от чувства страха и будем жить в свободе, который признал нам Господь. Я расскажу вам священную историю. У меня есть друг, он женат. И на вопрос, чем тебя привела, твое будущее, он объяснил, что ему никогда не нравились девушки, которые очень наигранно себя вели, особенно во время еды. И ему хотелось встретить девушку, которая имела хороший аппетит, такой же, как у него. Так вот, когда он однажды заметил девушку, которая смачно уплетала свой гамбургер, его сердце потянулось к ней. На самом деле, может и смешно, но представьте, если эта девушка, побуждаемая чувством страха, ела бы, что о ней подумают? Стало бы себя вести неестественно, потому что страх всегда сковывает. Наверняка она бы упустила бы сейчас встретиться с тем парнем. И знаете, свободные по натуре люди притягивают себя. Такие люди чаще предлагают бизнес, партнерство. И им людям подходят с предложением о замужестве, подходят благословить. Свободные люди привлекают внимание. Итак, Бог призвал нас к свободе. Итак, пишет пророк Исаия следующий. Пророк Исаия 41, 10. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моею. Обратите внимание, вы никогда не найдете, чтобы Бог пугал нас. Бойся, если ты не помолишься. Нет, Он приходит к нам с утешением и говорит, я Бог твой, не бойся. Я с тобою, не смущайся. Давайте вспомним притчу о блудном сыне, который, вернувшись домой. Первые слова, которые Он сказал отцу, были. Я больше не достоин называться твоим сыном. Откуда у него эти мысли? Ведь отец не давал ему повода думать. Так отец не дал. Но свинарник, где он работал, постоянно внушал ему, что он, как человек, утратил все свои достоинства, в том числе и называться сыном своего отца. Хотя тем временем у отца была приготовлена для него чистая одежда и семейное кольцо. Так и наш Небесный Отец удостоил нас. Господь готов поднять каждого из нас. И Он вовсе не желает, чтобы ты почитал Его из чувства страха быть наказанным. Он хочет, чтобы ты познал Его безусловную любовь. И мы ходим в церковь из-за чувства страха быть наказанным, потому что любим нашего Господа. Мы читаем Библию, как я уже отметил. И я с утра читал Евангелие из-за чувства страха, иначе быть наказанным, а потому что любим Его. Или когда ты ходишь... Возьмем, например, художественную любовь. Почему ее читать? Из-за чувства страха или потому что она вас заинтересовала? Бог хочет, чтобы мы были смелые в этом году. И чтобы мы с Богом ходили не из-за страха. Бог готовится делать великие дела. У каждого из нас есть проблемы, но я понял одно, что Бог никогда не забирает у нас проблемы, а ставит нас выше наших проблем. И каждый раз, когда мы поднимаемся выше наших проблем, мы одерживаем победу. Во втором послании к Тимофею пишется так. Второе Тимофея, 1-7. Ибо Бог... Ибо дал нам Бог духа не Бозни, но силы и любви и целомудрия. Слово утверждает, что Бог не дал нам духа Бозни. Можно сказать, что важнейшая проблема решена посредством Святого Духа. Важнейшая проблема, на которую указывал тот нацист, говорят, что посредством страха можно управлять народами. Важнейшая проблема, которая сегодня и в Армении, когда мы со страхом размышляем, что же будет с нами и нашими детьми. Эта проблема решена посредством Святого Духа. Помню, в начале 90-х, когда мы только начинали церковь, меня и нашего дорогого брата Эдуарда Петросяна арестовали. Но арестовали нас не полицейские, а представители отряда национальной охраны. Не знаю, кто им сказал, будто мы проповедуем о том, что нельзя брать в руки оружие. И они пришли и арестовали нас ночью. Конечно, к нам отнеслись не самым лучшим образом, и было страшновато. В конце концов, они все-таки нас отпустили домой, но обещали снова за нами вернуться. И в ту ночь на меня напал такой страх, такой ужас. Но знаете, что я тогда сделал? Я стал молиться на языках. Дух Святой, он внутри нас. И написано, что Бог не дал нам духа страха или бойцни, но духа дерзновения и бесстрашия. Когда у тебя в мыслях царь их страх, помню, что в духе у тебя пребывает бесстрашие. И тебе нужно молиться, чтобы это дерзновение поднялось у тебя изнутри. И уже спустя даже меньше часа молитвы, знаете, что со мной произошло? Я увидел ангелов. Скоро я расскажу, как-нибудь расскажу об этом. Но в тот момент меня покрыла такая отвага, страх исчез, я смог нормально уснуть. У меня открылся, наконец, аппетит. А те люди за нами так и не пришли. И вы знаете, если бы мы так остались бояться, возможно, они бы и вернулись. Но когда ты никого не боишься, никто не поработит тебя. Вот как мы преодолеваем страдоговую. Если ты сегодня боишься обеднеть или думаешь, как ты будешь доставать пропитание завтра, возможно, кого-то одолевать страх, так и не создать семью, а кого-то одолевать страх, когда вы размышляете, что же будет у нас на границе. Знаете, настало время подняться. Обличенные в мужестве. Я вас прошу, братья и сестры, если вы чего-то сильно боитесь, хотя и скрываете это, вспомните Иова, который так же скрывал свои страхи, хотя они его никогда не оставляли. У нас у всех есть такие же страхи. Хотя все мы и пытаемся казаться сильными и бесстрашными. Но если внутри вас живет страх, начните уделять каждый день по часу или два молитвы на языках. Давайте делать так на протяжении 10-20 дней. Молитесь до тех пор, пока не разберетесь с этим вопросом. Там, где страх, там мучение, там, где бесстрашие. Там, где нет страха, там бесстрашие. И я хочу так же прочитать вам чудесный Псалом. Это Псалом 22. Полностью хочу прочитать драгоценную церковь. И вы получите откровение. Я думаю, если бы я сказал это в Армении, вы благословлены, вы бы сказали Аминь. Как я соскучился, дорогая церковь, по вашим голосам, по вашему Аминь. Но мы призваны на служение всемирной миссии, что мы и делаем. И осуществляем это все вместе, так как мы одна команда и совершаем великие дела для Господа, и Он благословляет нас. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Во-первых, Псалом начинается с провозглашения, что мой пастырь Господь, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие, давайте всегда помнить о том, что когда Господь наш пастырь, тогда мы ни в чем не будем нуждаться. Если уже у тебя есть нужда, поменяй своего пастыра. Оставь страх и прилепись к Иисусу. Потому что когда твой пастырь страх, ты во многом будешь нуждаться. Но если ты полностью доверяешь Иисусу, Господь тебя благословит. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Он покоит меня на злачных пажетях, водит меня к водам тихим. Когда мы имеем видение Святого Духа, и когда мы молимся на языках Бог с нами, и когда мы будем покоиться, тогда мы будем покоиться на злачных пажетях. Бушущее море у нас в разуме Тихомирица, и мы окажемся у вод тихих. Как и произошло тогда, когда нас арестовали. Сила Святого Духа сошла на нас. Как-то нас вызывали к прокурору, который запретил нам молиться за исцеление больных. Мы опять были с нашим медиком. Нам вручили письменное предупреждение, в котором было написано, что нам запрещается проповедовать. Когда мы вышли оттуда, пришел опять тот же страх. Мы помолились, и изнутри понялась такая смелость, что мы просто разорвали этот документ. И там же, где мы стояли на улице, близ площади республики, начали там же проповедовать после молитвы. И вы не представляете, как много людей приняло спасение в тот день. Господь дал нам храбрость. Господь водит нас к водам тихим. Третий стих подкрепляет душу мою, направляет меня на астезии правды ради имени своего. Бог направляет нас не потому, что мы такие хорошие, а Он направляет нас ради имени своего, потому что имя Господа нарицается на тебе, и Господь направляет тебя. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня. Знаете, в четвертом стихе этого псалма говорится о человеческом восприятии, о самом ужасном месте, о долине смертной тени, даже там написано, не убоюсь зла. Сегодня повсюду мы видим много зла, но Давид говорит, что он не убоится зла. Помню историю из своей жизни. Когда Анна была при смерти, в больнице, когда уже приближалось время ее отшествия к Господу, я молча сидел рядом с ней. В такие моменты сложно вообще что-то говорить. Но Анна мне сказала, пап, знаешь, долина смертной тени совершенно не страшное место. Я спросил дочь, что она имеет в виду? На что она ответила, все люди боятся долины смерти, а я сейчас там стою и говорю тебе, что здесь нечего бояться. Если Господь с тобой, тогда ничего не будет страшить тебя. Знаете, возлюбленные, в самом ужасном месте, когда ты с Господом, ты ничего не будешь бояться там. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Боже жезл и его посох всегда приносят нам успокоение. И теперь самое важное место, из которого я бы хотел, чтобы ты получил откровение. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих. Мастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Посмотрите, ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих. Я раньше думал так, враги у нас всегда есть. В моей духовной жизни, в вашей духовной жизни у нас всегда были и есть враги. С одной стороны, нам иногда кажется, что вот, Бог скоро совершенно просто отодвинет нас, наших врагов. Но знаете, что Бог делает на самом деле? Он готовит трапезу ввиду врагов. Твои враги никуда не исчезнут. Как часто нас гнали, обзывали, пытались остановить, обзывали нас сектантами. Но сколько бы всего о нас ни говорили, мы перед лицом всех врагов строили наше здание. Бог готовит трапезу. Посмотрите на жизнь Иосифа. Его 11 братьев продали Иосифа в рабство. Братья его продали. Они стали ему врагами. И после того, что они с ним сделали, кажется, их должно было ожидать возмездия. Но смотря на их жизнь, смотришь, никто из них не умер. Напротив, все женили, у всех родились дети, и прожили они неплохой жизнью. Почему? Потому что Бог готовится привести их к трапезе Иосифа. И в один прекрасный день Он это совершил. А Божья трапеза приводит к покаянию. Очень часто мы желаем возмездия, чтобы наши враги исчезли. Но Бог желает приготовить трапезу в виду врагов наших, чтобы они увидели тот богатый стол, который Бог накрывает для тебя. Таков Божий характер. Взгляните на Иова. Его друзья, родственники, жена. Столько его упрекали. А Бог для Иова приготовил трапезу пред ними. Сегодня в Армении часто молятся такой молитвой. Я довольно-таки часто слышал, как люди в молитве говорят. Пусть враги, которыми мы окружены, исчезнут. Но на самом деле вы верите в то, что враги исчезнут. Многие. Могут ли за один день исчезнуть народы, которые против нас враждуют? Нет, так не бывает. Но знаете, что происходит? Бог готовит трапезу в виду врагов. Бог поднимает наш народ. А мы напротив ожидаем не трапезу в виду врагов, а исчезновение врагов. Но враги не исчезнут, так как Бог желает привести их к покаянию. В конце концов, человек, враждующий против нас, еще не является врагом Богу. Потому что воля Бога, чтобы все люди спаслись. Дорогая церковь, нам необходимо изменить наши молитвы и просить Бога приготовить нашей стране трапезу, чтобы наши враги увидели Божью славу в нашей стране. Потому что Божья трапеза приводит к покаянию. Это трапеза благословения. Друзья, если у вас есть враги, как я уже отметил, проблемы, они не исчезнут, но мы поднимаемся выше этих проблем. Поэтому хочу вам сегодня передать истину. Если у вас есть проблемы, если в нашей стране есть проблемы, мы должны начать молиться и говорить, Господь, мы ожидаем твоей трапезы, накрой для нас стол. И Он совершит. Такая церковь, вы просто не представляете, какое духовное состояние меня переполняет. И многие вернутся в Армению. Это будет страной благословения. Если мы будем бояться и будем плакать. Нет, это не наше. Бог готовит стол. Но если мы отвернемся от Бога и скажем, уничтожь врагов, но Бог скажет, я Бог, который накрывает стол. Мы должны ожидать этого стола. Если у тебя сегодня есть враги, не ожидай, что Господь их уничтожит. Ожидай богатый стол, чтобы они от зависти покаялись. Поблагодарим Бога. И шестой стих. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в Доме Господнем многие дни. Слово говорит. Так благость и милость сопровождают меня. Благость и милость. Знаете, сегодня из всех присутствующих в зале, некоторым необходима благость, а некоторым милость. Сейчас объясню, в чем разница. Вряд ли кто-то будет просить у Бога благо для жизни, богатства и состоятельного человека, так как он уже пребывает в благе. Но вот, увидев бездомного на улице, ты подумаешь, помилуй его, Боже. Так и в нашей жизни. Может быть, сегодня некоторые из нас нуждаются в благости, а некоторые в милости. Я искреннею, что наш народ выходит из стадии милости и входит в благость Божия. Поэтому в этом году нам необходимо быть храбрыми и бесстрашными, чтобы этот год стал годом. Благости для нас. И так, после милости приходит благость. В жизни этот цикл всегда повторяется. Так и я порой. Прохожу времена трудностей, связанных с семьей, с финансами, с сослужением. Каждый раз я просто прошу, Боже, помилуй меня. Я не прошу об уже благе на тот момент. Но проходит время, наступают времена и благости Божьей, когда блага переполняют нас. И в этом псалме Давид утверждает благость и милость сопровождает нас во все дни жизни нашей. Во все, значит, абсолютно во все дни. Итак, мы должны понять, что нужнаемся как в милости, так и в благости. Каждый человек в той или иной сфере жизни нуждается в милости. И я бы очень хотел, дорогая царь, чтобы вы подняли перед Господом свою жизнь и честно посмотрели, в какой именно сфере вам необходима его милость и в какой сфере благость. И смотри на то благо, которое ты уже имеешь. И не говори, что этого тебе достаточно, но обрати внимание также и на его милость, потому что Бог желает наполнить каждого и благостью, и милостью. В послании к евреям, 13 глава, 6 стих написано вот так. Так что мы смело говорим, Господь не помощник, и не убоюсь, что он сделает мне человек. Итак, друзья, только Господь может помочь нам, потому что он, Бог могущественный, и сам Бог называет себя твоим помощником. Тогда что сделает тебе человек? Никогда не бойся человека. Доверьтесь Господу, его слава и сила во всякое время будет на тебе. Прочит также пророчество Исаии, 54 глава, 4 стих. Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Сегодня есть финансовое насилие, семейное, когда ты с чем-то связан, чем-то, духовный страх какой-то есть, и есть какое-то угнетение от греха. Бог говорит, молись. Мне говорит, не молись. Слово Божье говорит, удались от этого. Когда ты видишь насилие, просто отойди от этого. Господь хочет наполнить тебя. Сегодня Дух Святой нам дан не для страха, а для того, чтобы мы преодолевали страхи, чтобы сила Духа Святого была в нас больше страха, потому что страх обитает в разуме, а Дух Святой в Духе. Я провозглашаю полноту Духа, чтобы вы стали храмом для Святого Духа. Возлюбленная церковь, слово, которое я хочу вам сказать, в этом году будет нам год смелости, сильный год смелости. И мы должны освободиться от страха. Есть и люди, которые боятся за своих детей, боятся обеднеть, боятся чего-то. Но я говорю вам, наполнись смелостью. Бог готовит стол для каждого перед нашими врагами. И так, не бойтесь, но наполнись доверием к Богу, и ты увидишь Божье благословение в твоей жизни. Итак, я уверен, что для Армении наступают новые времена. Наступают времена, и я об этом уже говорил, люди начнут приезжать в Армению, чтобы наполняться Божьей силой. Враги не исчезнут, но упокаятся, потому что Господь приготовляет нам трапезу ввиду врагов. Наших благость и милость будут сопрождать нас во все дни жизни нашей. Все, что нам необходимо, прилепляться к Господу и не отпускать Его руку. Драгоценная церковь, я на самом деле очень люблю вас. Еще раз хочу вам напомнить, что сейчас мы совершаем дела Господни. Помните, как часто в прошлом году мы проповедовали о миссии. И поверьте, служить вам в Армении для меня намного легче. Но здесь я вижу призыв Господа. Недавно здесь, в Америке, мы собрались вместе с 50 армянскими пасторами и приняли решение принести пробуждение сюда, в Америку. Здесь живут миллион представителей нашего народа, которые нуждаются во спасении. К тому же, мы сейчас находимся в служении пасторам, чтобы их сердца всегда горели распространять Евангелие, спасение Господа укрепляет нас. Мы также создали союз пасторов тут, чтобы пробуждение пришло по всему миру. Это огромная бессионерская работа. Может, кто-то подумает, я тоже так хочу. Но Господь локален. Мы сейчас заходим, и мы видим, что Божье благословение зальется. Если я не с вами, это не значит, что... Если меня здесь нет, это не значит, что я не с вами. Я вас люблю очень. И так, 2024 год будет годом дерзновения, когда Дух Святой будет наполнять нас, и мы будем исполняться храбростью и смелостью. Помни, что сказал этот фашист. Мы должны побеждать страх, идти за Господом, потому что Бог не дал нам духа страха, а духа смелости. Люблю вас и обнимаю.